Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказывал, что у меня со счета исчезли 3,4 миллиона рублей. Они нашлись. Итак, в прошлом видео я рассказывал о том, что у меня должно было появиться 3 с лишним миллиона рублей. Я показывал позиции, и я их не обнаружил, куда они делись. И это видео вызвало, естественно, большой интерес, потому что люди любят какой-то негатив. И я просил просто прокомментировать, говорю, вот как бы вы себя повели на моем месте. Итак, первая группа комментариев, это, скорее всего, те, у которых нет брокерских счетов, те, у которых нет опыта работы на бирже, они говорили, ааа, это брокер вас обманул, ааа, это брокер кинул, что это за брокер, это кухня, они не хотят отдавать деньги, они думают, где их взять, они там что-то еще. Короче говоря, ну вот, полная чушь, на самом деле. Здесь проще всего ответить. Дело в том, что, ну вот, в этом смысле у меня ни разу не возникло даже тени сомнений о том, что брокер где-то меня подвел. Дело в том, что, да, это брокер открытия, я могу сразу сказать, но дело даже не в том, какой брокер, потому что неважно, какой у вас брокер, если брокер зарегистрирован на московской бирже, то там, в принципе, нет возможности брокеру обмануть, и нет смысла обманывать своих клиентов, потому что, ну, брокер, прежде всего, не имеет доступа к этим деньгам. И за 7 лет работы с брокером открытия ни разу не возникла ситуация, когда, ну, скажем, я был обманут брокером. И поэтому ни разу у меня даже мысли не возникло, что что-то не так. И первая мысль, которая у меня возникла, конечно же, это, скорее всего, все найдется. И я думал, что все это вернется к, ну, придет на счет мне в ближайший клиринг в дневной. Но, к сожалению, этого не случилось. Я не обнаружил этих денег и в дневной клиринг, и уже ближе к пяти я уже начал действительно, так сказать, подумать, ну, может быть, что-то я не так понимаю все-таки. Потому что, когда вам кажется, что вас обманывают, то практически там 80 или 90 процентов случаев – это то, что вы что-то не так поняли. Поэтому, когда вы считаете, что вас где-то что-то обманули, первый вопрос, который я советую задавать всем, сам себе, задайте вопрос сами себе, что я сделал не так и почему со мной случилась такая ситуация. Вот. Ну, в принципе, так и оказалось. На самом деле, деньги мне поступили. Я позвонил уже часов, ну, ближе к пяти, позвонил своему менеджеру. В техподдержку дозвониться я не смог. Я позвонил своему менеджеру. Он уже видел мое видео. Он сказал, что все должно быть нормально, все деньги поступили в вечерний клиринг, что все отработало корректно. И все должно быть. Ну, дальше я начал анализировать, что же не так было. И в тех скриншотах, которые я показывал, там действительно были вот эти позиции. Сейчас я вам их покажу. Ну, вот. В 13.55 я показывал вот этот график. Активы. Результат за сегодня плюс 116 тысяч. Это неплохой результат. Плюс 15,94%. Это ответ тем, кто спрашивает, почему я не подал заявление на экспирацию опционов досрочно. Вот именно поэтому. Вот. Доходность к средним активам 119. Ну, практически 120%. Вот оно. Вот та ситуация, которая была. Она, в принципе, и сохранилась. Ну, 120% за месяц. Согласитесь, что, в принципе, ну, в общем, сказать, чего желать больше. Вот. Далее я представлял график вот этот вот. Ну, это классика. Посмотрите, здесь действительно 3 миллиона 400 тысяч фактически, плюс 700 тысяч, плюс 40 тысяч и минус 746 тысяч. Но. Это вот текущее состояние счета. А что было со счетом накануне? А накануне я просто посмотрел счет. И вот она, вот дата экспирации. И я решил закрыть все убыточные позиции. Всего лишь. Посмотрите, я решил закрыть все убыточные позиции и сделал это. Но я сделал это уже после вечернего клиринга накануне. И этих убыточных позиций было не так мало, скажем так. И просто что случилось? Вот у меня есть прибыльные позиции, которые я не закрыл. Вот они, вы их видите. И есть убыточные позиции, которые, ну, вот они вот так вот. Это как сообщающиеся сосуды. В чем опционная стратегия? В том, что я балансирую между прибыльными и убыточными. И вся моя деятельность направлена на то, чтобы вот это вот, вот так вот было. Дельта. И вот эта дельта, она как раз и показывается на счете в виде накопленного финансового результата. Вот здесь. То есть все деньги поступили, на самом деле, на момент клиринга. Но на момент клиринга были засчитаны те убытки, которые были. И поэтому общий результат, я вам могу сейчас его показать уже на живом экране. Вот он. Это текущий мой личный кабинет. Посмотрите. Вот это срочный рынок Фордс. Мы видим. И вот активы. Я вам показываю. Вот они были, были. Все это время они росли за счет построенной опционной стратегии. Потом это выходные. Потом несколько все упало. И перед. В последний день, вот он за счет тета-распада, последний финальный гудок. Вот он. Вот здесь. Дальше уже пошел следующий период, когда это уже после экспирации. Вот финансовый результат мы видим. Примерно то же самое. Смотрите. На начало периода у меня денег. Вот здесь вот. 183 тысячи. Это незапредельная сумма. Каждый может такую сумму накопить и найти. Многие, по крайней мере. Теперь посмотрите. Они начали расти за счет построенной опционной стратегии. Но я несколько... Ну, немножечко рисковал, конечно, но не сильно. Вот. И у меня было все под завязку. ГО было выбрано все. И возникла необходимость скорректировать все позиции. АГО выбрано. Это было невозможно. Поэтому я внес еще, вот видите, 100 тысяч рублей. Итого у меня 183 плюс 100 тысяч. 283 тысячи на счете было. Ну, вы видите, что результат. Вот он. На момент экспирации. Это 19 марта 828 тысяч. Ну, доходность вы можете сами посчитать. Я вам могу просто показать сумму. Вот она. Практически 548 тысяч. То есть, это была разница между прибыльными позициями и убыточными. Ну, согласитесь, что такая сумма очень даже неплохая. Это больше 100%. В районе 120% я посчитал. Вот. Но эту сумму еще надо уменьшить. Эту сумму надо еще уменьшить. И сейчас я хочу рассказать. Да, по поводу маржин кола. Были комментарии, что, возможно, у тебя был маржин кол. Возможно, ты перегрузил все. Потому что там, ну, люди, которые понимают, они видели, что здесь действительно все перегружено. Что свободно всего 5 тысяч. Что процент ГО 99,54. И этот процент ГО, почему такой случился? Потому что вот у меня очень сильный перевес в сторону фьючерсов. В последний момент я всю прибыль вложенную, когда я увидел, что индекс РТС начал расти, я вложил всю прибыль в фьючерсы. Это было достаточно рискованно. Но так как у меня на счете было денег предостаточно, и уже была прибыль получена, то, в общем, я здесь, ну, надо сказать, что не рисковал. Я купил лишних 25 фьючерсов, которые потом дали мне дополнительную прибыль, уменьшив мои, в общем-то. Еще один вывод очень интересный. Недавно в видео я рассказывал о том, как я там в гору шел, что-то вот так вот иносказательно, что когда я собрался остановиться, ну, когда я решил остановиться и сойти с дистанции, это имелось в виду, что я включил дельта динамическое хеджирование, то есть я купил фьючерсы. Они как раз обнулили мою дельту, то есть я закрепился на достигнутой прибыли, которая была. Вот. Ну, те, кто сейчас на курсе по опционам, те понимают, о чем идет речь. Те, кто не понимает, ну, имеют возможность записаться на курс по опционам и понять, как строят опционные стратегии. Как всегда, ссылочка там, либо там. Вот. Ну, а сейчас по поводу, да, по поводу маржин кола. Ну, процент использования ГО 99.54, то есть здесь до 50% далеко, поэтому доба маржин кола было здесь вполне себе далеко. В чем была еще сложность? А сложность была в том, что вот этот опцион на 145 тысяч был очень-очень глубоко в деньгах. Ну, вы видите по сумме. Он глубоко в деньгах. И если бы случился маржин кол, то принудительное закрытие позиций при пустом стакане. Вот это было страшно. Это было бы страшно. Но этого, как видите, не случилось. Я уже только потом вот начал оценивать, начал понимать, начал думать, что же я сделал не так. Я все сделал так на самом деле, но вот здесь уже просто надо было смотреть очень внимательно за дельтой, чтобы она была всегда равна нулю, что я в принципе и делал. Вот. Поэтому здесь тоже я, в общем-то, не рисковал, потому что до маржин кола, до ситуации маржин кола было очень-очень далеко. И в последний момент только я купил вот эти 25 фьючерсов, ну, чтобы получить дополнительную прибыль, потому что Центробанк выбросил большое количество ликвидности на рынок. И я решил на этом дополнительно заработать и заработал. Ничто никуда не делось. Вот это все зафиксировалось. Но при этом одновременно здесь мы не видим убыточные позиции. И вариационные маржи, они тоже были не видны. Они стали видны только в вечернем клиринге. И все устаканилось. Таким образом, я считаю, что все хорошо. Ну, еще один момент. Я хочу сказать, что на самом деле прибыль была меньше. На самом деле. Вот здесь написано 547 тысяч, 548 тысяч рублей. Но из этих 548 тысяч рублей, 148 тысяч фактически, это результат хеджирования сделки по покупке опциона Calls на доллары. Если вы помните, видео у меня было такое, что хотите купить доллары, есть идея получше. Вот там вот сейчас вы увидите ссылочку на него. И это видео вызвало огромный ажиотаж, где я рассказывал, что вместо того, чтобы купить доллары, можно купить фьючерсы, во-первых. И это будет там в 6 раз больше, на бирже, если вы торгуете, в 6 раз больше, чем доллары. Но есть еще более интересная идея. То есть, можно купить опционный Call. И как-то я вот для того, чтобы объяснить, что такое опционный Call, я сказал, что я готов поспорить с любым человеком, что доллар не вырастет выше, чем 65. То есть, я хотел остановить немножечко вот эту вот истерику по поводу роста доллара. Что я готов поспорить с любым человеком, что если доллар будет 65, то я готов выплатить ему разницу за каждую тысячу рублей с тысячи долларов. Разницу. Вот. И я сказал, что если люди купят мой курс по опционам, то они смогут это сделать самостоятельно в любой момент и в любом количестве, потому что они будут понимать, что я делаю. Вот. Я хотел просто объяснить, что такое опционный Call. Но, тем не менее, почему-то несколько человек на это откликнулись, они говорят, мы готовы вложить деньги. Я говорю, зачем? Я их отговаривал как мог. Ну, честно говоря, трое было. Вот. Я их отговаривал как мог. И двоих отговорил, третий сказал, нет, я хочу. И взял меня на понты и перевел мне деньги. Ну, что мне оставалось делать? Я купил опционный Call для того, чтобы захеджировать, ну, вот эту вот сумму и все. Я был уверен, что, ну, доллар не вырастет. Ну, случилось, как вы знаете, совсем другое. Доллар вырос. Он вырос практически до 80 рублей за доллар. И по, вот, как бы, пацан сказал, пацан сделал. То есть я должен был заплатить человеку, нетрудно посчитать, 80 минус 65, это 15. Умножаем на 10 тысяч долларов, 150 тысяч рублей на его, как бы, поставленные 10 тысяч рублей против этого. То есть человек дал мне 10 тысяч рублей, если бы доллар не вырос, то есть я обязался выплатить разницу, вы понимаете, да? Ну, доллар вырос, и я, как бы, проиграл. Но, так как я ничем не рисковал абсолютно, я поэтому так смело говорил, и я действительно ничем не рисковал, как ни странно, доллар вырос. Ну, так случилось. Вот, ну, и вот этот опцион принес, как вы понимаете, 148 тысяч рублей. То есть там было чуть меньше, вот, 148 тысяч рублей. И единственная проблема у меня была в том, что я получил прибыль. И понятно, что с этой прибыли я должен получить, заплатить налог на прибыль, ну, НДФЛ, налог на доходы, подоходный налог. Я его, естественно, заплатил, вот, то есть он зачтен у меня, и поэтому я просто, когда стал созваниваться с этим человеком, я попросил его, ну, чтобы, ну, войти в положение, что эта сумма должна быть уменьшена на 13%, потому что я действительно их заплатил. Он сказал, что, ну, да, естественно, потому что, ну, это логично. Ну, в общем-то, человек оказался вполне себе хорошим, нормальным, и, как и большинство людей, на самом деле. Вот, и поэтому, в общем-то, так сказать, я с успехом просто вывел эти деньги и перевел ему, и все. На этом все завершилось. То есть никто никого не обманывал вообще. Если вы считаете, что вас обманывают, просто подойдите к зеркалу и подумайте, посмотрите себе в глаза и подумайте, может быть, что-то с вами не так. Вот такая мораль. А прибыль, я считаю, вполне нормальная, даже вот если, так сказать, с учетом вот этого, вычесть чужую прибыль, грубо говоря, ну, 400 тысяч. Ну, нормально это. Сто процентов. В период, когда все подсчитывают убытки, плюс сто процентов, это хорошо. Вот. Опционные стратегии. Я хеджировал вложения на фондовом рынке. У меня есть акции, вы видели, на фондовом рынке, которые, естественно, упали в цене. И у меня есть инвестиции в американские акции, которые упали еще больше. Но так как я все это захеджировал, застраховал на срочном рынке, за прошлый месяц у меня, по-моему, там плюс 17%. Очень хороший результат, я считаю, 17% за месяц. Это не за год, это за месяц. Поэтому опционы и опционные стратегии работают. Я еще раз говорю, что при падении рынка надо страховаться на срочном рынке, потому что именно на срочном рынке в период падения можно зарабатывать. Я потихонечку просто страховался на срочном рынке и изучал это дело, потому что я ожидал, что когда-нибудь падение может произойти. Когда оно будет, я не знал. Но я ожидал, что это возможно. И я это сделал, я отработал это по полной. Вы видели. Что в ближайшее время, что я делаю? Ну, я уже начал строить опционную стратегию. Те, кто на курсе по опционам, уже видели. Я уже начал строить опционную стратегию на следующий период. Я думаю, что она будет изменена. Я начал с покупки страховок на дальних концах. Это первое. Второе. 26 марта. Очередная экспирация уже по нефти. Там ситуация совсем иная. Там было падение неожиданное в результате срыва сделки ОПЕК+. Но посмотрим на результат. Посмотрим на результат. Он пока еще не очень хороший, может быть, там какие-то убытки. Но кажется, что убытков не будет и будет прибыль снова. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. И поставьте, пожалуйста, лайк. На сегодня все. До свидания.